так максимально пожалуйста расслабьтесь руки ноги не скрещивать ничего не бойтесь хорошо болела не забрали хорошо больше болеть ближайшее время не будешь еще такой вопрос у вас есть брат да отлично еще то такой вопрос я не знаю как это как это объяснить а вы у мамы родились от вы у мамы родилась вы у мамы родились одни то есть вы одна родилась ума без у вас давайте так спрошу у вас близнецы или двойняшка должна была быть а тогда такой вопрос у вас есть среди родственников двойняшки близнецы потому что вы должны были родиться не одна я почему это так а по докапываюсь потому что вы должны были родиться не одна выгодите я одна я так стопорик как вы по родовой ветке должны были идти вместе с кем-то с такой же девочка как вы ладно я не буду копаться смотреть почему это так произошло это не мое дело вы ко мне не с этим пришли так юля ну что дорогая моя давайте поехали будем смотреть ваши вопросы если я вас если я вас спрашиваю вы мне только два слова говорите да или нет как подтверждение хорошо потому что когда я вижу и не говорят нет я всегда удивляюсь как нет когда должно быть я знаю как правильно поэтому сейчас то же самое вы говорите нет я удивилась как почему нет давайте поехали да 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 я хочу узнать почему ко мне приходят покойные души и родственников и неродственников точно так же людей которых я вообще не знаю давайте посмотрим спать не дает трогают вас или что-то говорят вам еще такой вопрос можно у вас спальне есть зеркало но сейчас я посмотрю дайте 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 откройте 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 этого зеркало как трюможи идет неважно это зеркало то стоит и такое светло-светло коричневый как лакированное светло-коричневое дерево она как укажите мне дайте 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 цвета какого-то цвет морской волны это комната всегда темная еще еще сюда 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 ко мне 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 сюда вот вы мне здесь должны вот у меня здесь должны быть чок не ходите все сюда ко мне так а так можно вопрос как это вам объяснить скажите пожалуйста вы открывали что-то открывали нет не дверь не входные двери а что-то типа как планшет компьютер игра какая-то какое-то что-то иллюстрации какие то вы что-то меняли что-то делали что-то как будто знаете это когда спиритическую доску открываешь и что-то вызываешь это что-то и это не спиритическая доска но это какой-то типа планшет когда ты в темноте и ты смотришь в этот в эти в我的 картинку или в эти игры это как или и граждан что то такое было вспомните пожалуйста вот вспомните когда это было мне нужен тот момент не то что вы каждый день делаете а вспомнить пожалуйста тот момент потому что с одного меня момента началось потому что вы открыли у себя портал этот портал вы открыли через вот не вот такой вещь это вот такая вот вещь но знаете как я просто не знаю как это объяснить у меня таких вещей нету это я просто знаю как спиритическая доска когда открываешь и духа вызываешь и он у тебя поселяется и всех остальных тебе ведет ведет потому что у тебя еще зеркало есть но зеркало это входные ворота всегда нет напротив вот этого шкафа у вас дверь выходит в другую дверь где есть ванна туалет белого цвета а ванна туалет ванна туалет белый кафе нет но знаете как у меня в прихожей есть как бы вот я сейчас специально даже открыл дверь чтобы не видно было зеркало у меня в прихожей и как в прихожей зеркало и зеркало напротив коридора а в коридоре ну как бы коридор выходит на кухню а в кухне дверь со стеклом она тоже всегда открыта у вас там портал очень хороший у вас везде там порталы открытые порталы у вас входные прям там ворота идут даже как трехугольник вот так идет получается потому что это спальня всегда в коридоре есть зеркало в коридоре это как входные ворота вот они гуляют по открытым дверям но вы вы их впустили понимаете вы что-то открыли их впустили вспомните потом пожалуйста может быть вы что-то как я не знаю что планшет открывали или что гадали или что вы делали знаете раньше лет десять назад точно я помню было онлайн гадание в интернете такая программа ты загадываешь да нет да нет и она тебе прям как будто на сидишь думаешь боже мой откуда на это было где-то лет десять-пятнадцать я сама помню я там не стаж самой было интересно как это все правильно может как ивм да как машинка вы может тебе так и все отгадывать это что-то знаете похоже вот на это сейчас секунду ищу дождите волос карты посмотрю у вас же невысокий этаж у вас невысокий этаж может быть 3 4 4 5 вот что-то такое есть такое слушайте хороший район у вас хороший район такой как инфраструктура везде все ходит у вас хорошая его не где-то там на барханах и не знаю в глуши в какой-то там где-то в куку его хороший район а еще такой вопрос под вами алкоголик мужчина живет молодой с мамой выпивающий парень лет тридцати пяти сорока ну молода выглядит потому что худоща в нему мама больная он женщина развелся к маме приходит ой как он фонит сильно фу это не под вами прям еще ниже на от него тоже негатив очень сильно идет у него квартира такая нехорошая и еще у меня такое ощущение что может быть он знаете вот как наколки вот наколки ножички наколки вот когда бывает как сказать мужчина который не чистоплотный какой-то вот немножко вот он может быть сидевший ли бывший наркоман вот у него наколки ножичек в кармане очень негативный мужчина будьте пожалуйста с ним аккуратнее ладно он иногда когда разговаривает с тобой он может глазами в тебя так впиваться и ты уже видишь прям сущность там то есть тобой не человек разговаривает а вот уже там сущность в него просто может пернать часов сколько время просто тоже спрашивают если сколько время глазами может и так впиваться не смотрите никогда и нас глаза хорошо хорошо там уже не человек дайте 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 еще 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 еще東西 бобвара вера бобваре бабу паре у вас подъезде женщина бабушек старенькая умерла бобваре и либо вы надо что-то имя какой-то варя вера не пойму я покойница покойница умершая старенькая в вашем подъезде духи ангела-хранителя покажите мне пожалуйста дайте мне юлию поехали еще 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 проблемная личная жизнь на работе не очень с деньгами тоже духи ангелы-хранителя покажите мне пожалуйста а с юлей же все нормально все же все нормально я не вижу ничего такого а почему не тут и обладает для июля медианическими способностями а ну-ка дайте мне у тебя есть есть поэтому они к тебе идут у тебя есть если бы ты не была бы такой восприимчивый они проходили бы тебя ты их не чувствовал бы у тебя просто есть способности к этому и ты их уже алта отлавливаешь цепляешь их взглядом понимаешь еще 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 как тяжело конечно то скажу что это легко вот так видеть это знаешь это все равно что он когда ребенок когда ребенок не знает что он хороший может быть а музыкантом пока его не дадут фертопиано и он начнет играть на фертопиано ему понравится это вот так ощущение как будто это к тебе тоже как-то относится это как-то я не знаю это как будто с тобой как-то связано что ли не знаю как объяснить и еще знаешь меня такое ощущение почему-то ты изначально или очень рано когда была еще ребенком ты как будто закрывалась от всего этого ты как будто говорю ой нет я не хочу меня я не нужно ой нет каких-то сенсовой не надо не надо не надо вот смотри я когда была ребенком вот ты сейчас рассказываешь и я сейчас вспомнила и когда была ребенком я всегда в комнатах включала свет я очень сильно боялась темноты я сама находила в туалет ночью потому что мама включала свет за х я с ней у меня началось я перестала бояться в темноте лет в 20 когда я уже начала знаешь больше углубляться в магию когда я уже поняла что в темноте у меня там не враги уже я всегда знала что в темноте кто то есть и те кто есть я их очень боялась их перестала бояться только в 20 лет и чем дальше чем больше я в этой иду я вообще могу запросто жить в темноте мне свет абсолютно не нужен я не боюсь темноты от слова совсем я не боюсь те кто находится сзади меня впереди меня пошли у меня везде все темно у меня просто светильник чтоб меня вид я могу и в темноте работать и мне в кайф вот у тебя то же самое тебе сколько лет 30 почему так поздно у тебя как-то обращение в это вот в наш чуйку чуйка вот это идет в 30 почему то есть обращение вот такое значит способность открывается почему не раньше ты в себе настолько сильно все это блокировала мне кажется да а сейчас я не знаю связано или не связано но я была на голоде три года наверное назад и после того вообще на сухом голоде то есть без воды и без еды и мне кажется что когда я прошла этот голод сколько я еще больше открылась не ты с ума не сходишь ты не сумасшедший ты нормально просто когда ты голодная ты больше ощущаешь ты больше видишь потому что ты не думаешь о своем желудке как его наполнить у тебя как третий глаз открывается это нормально ты мне скажи какой вопрос что ты хочешь что здоровье я вообще никогда на здоровье не смогу что я не врач я не ставлю диагнозов а ты какой чтобы я тебе какой-то диагноз поставил ты нормально у тебя нет шизофрении нет 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 просто у меня как бы я хожу по врачам у меня по-женски как бы ну как бы есть как мне кажется какие-то проблемы врачи мне не ставят никакие проблемы но беременности у меня по итогу не получается а ты хочешь обязательно забеременеть то есть ты считаешь что ну сто процентов чтобы это получилось 33333 скажи пожалуйста это дело три попытки какие-то три какие-то попытки даже не три секунду две какие-то попытки делала может быть какие-то две попытки ты уже делала не особо понимаю как и каких покупок они мне говорят третья попытка будет правильной я не знаю и вот я тебе передала вот смотри кто выEND третья попытка будет правильной вот я тебе передала как мы не передали что куда какая попытка я вообще без понятий self что передают, мне только сказать надо, все. Ну, понятно. А то с беременностью не будет? Но она же так хочет. Она же так мальчика хочет. У нее уже самой мужской характер. И только мальчиков воспитывать. Жесткая она, жесткая. И как мать будет сильная она. Ее же так воспитывали. Ее по-жесткому воспитывали, а она будет по-жесткому воспитывать. А ничего, если ты потом останешься без мужчины, нормально будет для тебя? Готовься. Они тебе не обещают мужчину до скончания твоих дней. А ребенок только один будет у нее? Ей нужен такой ребенок, с которого она всю жизнь проживет до старости лет и будет с ней только рядом. Этот будет только мальчик. Если девочку родишь после сына, девочка уйдет от тебя и свою жизнь наладит и будет всегда от тебя вдалеке. А сын будет всегда с тобой рядом. И у тебя почему-то сын, я не могу понять, но они показывают мне на погоны. Кто у тебя в погонах в семье, в родовой ветке погоны? У тебя сын тоже пойдет по родовой ветке в погонах. У тебя сын тоже пойдет по родовой ветке в погонах. Поняла? Будешь отправлять его куда-то. Вот так ручкой будешь махать, ему молиться за него будешь. А что мне ко мне сегодня никто не вышел так, интересно мне, а? Не надо, что ли, ко мне выходить? Ну, к Юле выйдите. Что вы мне там кричите издалека? Ладно. Не пугаем, говорит. Не хотим пугать. Хорошо. А у тебя что, мысли есть переехать в другое место и делать ремонт? Ну, хочу, живу, я, живу, мы живем у мужа, как бы, это его квартира. Ну, хочу здесь сделать ремонт, ну, как бы, планирую. Будет. Ну, я думала о том, что если я перееху к родителям, ну, в свою комнату, я бы там, конечно, переделала. Нет. У тебя ремонт будет в квартире. И еще они мне показывают пять дней в этих течении пяти дней. Или именно через пять дней у тебя что-то решится. Хорошее что-то решится, которое долго ничего там не решалось. Решится пять дней, жди. Они так показывают мне, понимаешь, на тебя. Или, может быть, ты решишься на этот ремонт через пять дней. Или что-то ты решишься менять. И еще, я давай тебе скажу, как практик. Ой, когда будешь делать в спальне в следующий раз кровать, шкаф, не делай, пожалуйста, зеркала. Чтобы зеркала смотрелись. Чтобы ты смотрелся в эти зеркала. Потому что они всегда будут. Для практиков нельзя иметь в спальне зеркала. Зеркала должны быть закрыты. Они как трюмо. Должны вот так открываться и вместе вот так складываться, закрываться. Или вообще, у меня в спальне нет никакого зеркала. Вообще нету. Хорошо, а если вообще просто убрать оттуда шкаф из спальни и жить без шкафа? Ну, без шкафа жить нехорошо. А куда? Нет, ну я просто в большую комнату уберу. Ну, удобно разве так? Так же неудобно? Просто распланируй так или сделай свою гардеробную так, чтобы у тебя в спальне, даже в гардеробной, не было никаких зеркал. Потому что они тебе всегда будут лезть и мешать. Нет, ты можешь поставить стекла. И еще, если ставишь стекла, у меня стекла стоят, они ребристые. Ребристый цвет, ребристость, как его, структура ребристая, она не выдает никаких освещений. Понимаешь? Когда вот стоит, как его, и еще, в спальне не держи зеркало, не зеркало, господи, телевизор. Потому что телевизор, это прозрачная поверхность. Они через телевизор тоже. Да. В спальне нет, у меня тоже нет. У меня только вот есть и в зале, и все. И еще, когда, когда ложишься спать, в ванную комнату, там у тебя же зеркало есть на дому вальником, всегда закрывай дверь. Дверь закрывай, потому что им через двери тяжело проходить. Они всегда понимают, когда дверь закрыта, значит нельзя. Они понимают, понимаешь, они не тупые. Тебе дверь поставили, тебя туда не пускают, сиди здесь. Только если ты начинаешь их звать, вызывать, они могут через дверь сквозь пройти. Потому что ты их все равно их зовешь, они придут. А зеркала все, любые зеркала, где бы у тебя ни находились, хоть вот такое маленькое зеркало, хоть вот такое в квартире, это уже, понимаешь, этот какой, проходные пути. Это портал открытый. Поэтому зеркалом очень, очень аккуратно. Ты что такая вся красная стала? Не знаю, я почему-то покраснела. Смотри, у тебя что такое-то? Я сейчас, ты же нормальная пришла. Да, не знаю, вся покраснела, и щеки покраснели. Я в шоке вообще, ты вся... Что такое-то вот это? Ты вся красная стала? Я в шоке. Да. Давай еще вопрос. Так, еще вопрос. А можно спрашивать? А, ну вот я хотела спросить еще вот про свою жизнь. Вот, ну, там, говоря одним словом, в жизни как будто тупик. Как будто я в ней запуталась. Работа на работу. Пошла учиться. Потеряла интерес к учебе. Как строить свою жизнь? Не понимаю дальше. Потому что всех слушаешь и ленишься. Собери все свои мысли в кучу и никого не слушай. Ты должна слушать только себя. А ты слушаешь всех? Кто тебе что скажет? Интересное. И ты последний год очень как-то расслабилась. Расслабилась. Надо себя собрать полностью. И никого не слушай. Кто тебе что не говорил? Не надо ни с кем советоваться. Тебе никто нормально ничего не посоветует. Ты должна слушать себя вот здесь. У тебя здесь что хочет? Вот то, что здесь хочет, то и делает. А еще такой вопрос. У тебя есть, я не знаю, что это за образование, когда чертят, вот так пишут, цифры и чертят. Знаешь, я не могу понять, это чертежное, инженерное, черчежное, что-то такое. Вот так пишут, рисуют, что-то вот так, графики какие-то и цифры, что-то пишут. Это работа такая. Это что за работа? Ты какое отношение имеешь к этой работе? Без понятия вообще. Это просто как бы, может быть, мне это нравилось, там, по школьным годам, черчение, вот это вот все, прям мне нравилось. Потому что, знаешь, я не знаю. Ну, такое ощущение, как будто тебе в этом, я не знаю, это может быть, знаешь, кто еще этим может заниматься? Ну, может, строительная какая-нибудь? Не то, что строительная, подожди, как их, которые здания чертят, как их, не конструкторы, архитекторы, архитекторы, вот. Такое ощущение, как будто, вот, ты знаешь, ты какой-то вот такой архитектор, ты, вот, ты по жизни какой-то архитектор, тебе надо вот так вот чертить, здесь цифры выписывать, тут цифры записать. Это, вот, понимаешь, это как будто вот это твое, прям. У тебя, может быть, у тебя кто-то из семьи был архитектор или инженер-конструктор, я не знаю, блин. У тебя это в родословные ветки должно тоже быть. Ну, я об этом думала, когда в школе училась, я хотела на стачи. Ну, а почему не пошла? Почему? Мама? Мама не захотела. Ну, не знаю, родители как-то не направляли, я пошла. А сейчас, кто ты по образованию? Ну, я сейчас учусь в медколледже. Нет, это не твое. Через силу, через силу ходишь туда. Да, да, да. Это не твое. Я вот очень сильно загорелся. Ты будешь работать на дому, но я не знаю, мне показывают как домашнюю обстановку, я не знаю, что это работа может быть такая. Мне показывают домашнюю обстановку, где у тебя вот такие большие ватман-листы, вот такие ватман-листы, ты на этих ватман-листах что-то чертишь и пишешь цифры, чертишь вот так карандашом что-то и пишешь цифры. Я не знаю, что это, но мне так показывают, что ты будешь этим заниматься. Никакой медицины ты заниматься не будешь, понимаешь? Ну, то, что учишься медиком, это хорошо. Медицину знать, это прекрасно. Дома, когда есть человек-медик, это замечательный. Укол можно всегда сделать, таблетку дать. Но я тебя в этой профессии не вижу, не вижу. Если ты скажешь, а подойдет ли мне дизайнерское что-то, я скажу, да. Вот это дизайнерское тоже где-то. Они же там тоже чертят, цифры пишут, чертят, цифры пишут. Вот там сантиметры, что-то там под каким углом. Вот это вот что-то такое, понимаешь? Я не знаю, как это объяснить. Я тебя с этим просто вижу. Я тебя с ватманами вижу, с ручками вижу тебя. Ручки, ватман, вот эти вот всякие наборы письменные, где рисуют, пишут. В домашней почему-то обстановке, я не могу понять, почему в домашней обстановке. Ну, это моя, это моя тема вся, да. Да? Как будто возле диванчика, за столиком, тепло, мягко, уютно. Рядом окно так тихо, хорошо. Это там что-то там, вот это режешь, что-то там не режешь, а вот чертишь, что-то так, вот там цифры пишешь какие-то. Что-то такое. Сейчас, секунду. Духи ангелы-хранители, покажите, пожалуйста. Дайте, 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 дайте. Откройте, 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 откройте. Ты рядом живешь возле небольшого какого-то государственного университета с четырьмя колоннами. Как будто это какой-то не государственный университет, а как будто это какой-то, я не знаю, большой театр. Возле этого вот такого здания недалеко ты живешь. Что это за? Пожарные училища, академия пожарная. Академия пожарная? Батюшки, я бы сама туда пошла обучиться. Колонны, как будто это большой театр, там только Волочкова рядом нету. Мне сейчас так показали, такое место красивое вообще просто. Такое ощущение, как будто этому зданию лет 150, что ли, его построили, не при Николае, что ли, его строили, это здание такое. Вот пожарникам отдали хорошую вещь. Там большой театр надо сделать, номер два. Дайте, 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 дайте. Юлия, будет ли заниматься Юлия тем, что она хочет и тем, что она любит? Да. Будешь заниматься. До конца 24-го года, 25-м, 26-м. Ой, 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 господи, я тебе, как говорится, один умная вещь скажу. Только ты не обижайся. Юля, у тебя потрясающее... Слушай, ты вся красная. Ты вся в пятнах красная. Ой, вообще, я вижу. Чем продается ты еще больше, у тебя лицо уже вот так вот здесь. Я не знаю, почему. Я так воспринимаю, что я не знаю. У тебя потрясающее окружение, знаешь, какое? Которое, которое любит на тебя надавить. И они знают прекрасно, что ты промолчишь, ничего не скажешь. Они еще больше давят. Вот этот 24-й год для тебя будет тяжелый. Ты будешь себя еще искать. На следующий год ты определишься четко, кем ты хочешь быть. Но тебя будут все отговаривать, будут все против. Абсолютно все. Но только в 26-м году у тебя идет потрясающая карта, когда ты скажешь, так, не лезьте больше никто в мою жизнь. Я буду тем-то, 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 кем-то, тем-то вот этим вот человеком. И я буду брать ответственность только за саму себя и больше ни за кого. То есть я буду работать там-то, там-то, все. И я буду начальником, буду работать только на себя. А пока вот эти два года для тебя немножко, конечно, сложные. Сложные, потому что ты всех слушаешь. Если бы ты никого не слушала, ты еще быстрее. Ты очень много времени упустила уже. Очень много времени упустила. Такое ощущение, как будто, знаешь, ты не своей жизнью живешь, а ее просто как существуешь, проживаешь, чтобы всем угодить, чтобы всем было хорошо. А здесь надо, знаешь, немножко силу характера проявить. И надо сказать, знаете, слушайте, не парьте мне мозг. Я знаю, что я хочу. Все. Да, не учите меня, как жить, помогите лучше материально. Понимаешь? Да. Давай. Так и есть ваши проблемы. Юля, еще давай вопросы. Так, а про мужа можно спрашивать? Имя. Или только с себя. Давай быстрее, в темпе вальца у нас время. Давай, мужа имя. Илья. А что ты хочешь про него знать? Он попал в аварию и с очень таким неприятным типом. Так, не рассказывай. Ты мне расскажи вопрос. Он попал в аварию автомобильную. Да. И он мне не виноват, но его хотят мне сделать виноват. Теперь у меня будет к тебе встречный вопрос. Это же не один. В аварию попал, машина была светлая, такого светлого цвета, молочного, серебристого, белого цвета. Да, да, да. Дальше. Илья, на сколько тебя моложе? Он меня старше, на полгода. На полгода? А ведет себя почему на полгода, как будто моложе? От тебя так постоянно зависит он? Своего слова нету? Чего он у тебя такой, знаешь, как тюфяк? Извини, просто я прошу прощения. Так и есть. А вы же он такой, знаешь, вот ему чуть-чуть, ну-да, ну-да. Сейчас, сейчас, секунду. Тот человек, который с ним судится уже? Да. Мне дай мне того человека имя. Боже, я забыла сейчас. Не помню, как у вас. Дмитрий, по-моему. Нет, мне точно надо. Не помню, как его зовут. Еще такой вопрос. Он с отцом своим не общается? Муж мой? Да, Илья. Со своим отцом. Со своим отцом. Общается. Илья, со своим... Общается. То есть нормально общаются они? Ну да, вроде. А тогда такой у меня вопрос еще будет. А у Ильи родители разведен, а отец ушел от матери? Нет, они вместе. То есть точно он вместе, а родители его вместе живут, точно. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тогда у меня такой вопрос. Тогда у меня такой вопрос. У родителей Ильи есть собственный домик? Ну, частный домик есть. Это как бы... Все. Дальше. Такой вопрос. Они там часто бывают, родители его? Такой вопрос. Когда заходишь в этот домик, иконы висят цветы? Вспоминай. Ну, может быть, что-то висит. Ну, там висит наклеечка, по-моему, что освещенный домик. Освещенный домик. Все, есть такое дело. Сейчас, секунду. Я не буду родителей смотреть. Потому что я смотрю, что-то мне здесь уже закрывают они. Что я говорю неправильно. Хорошо, я не буду смотреть. Родители не будут смотреть. Дайте мне только Илью. Илью, Илью, дайте пять, 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 пять. У меня такой вопрос. Пять месяцев судебное дело ведется у Ильи с этим человеком? Пять месяцев. Пять. Пять недель, пять месяцев. Ну, относительно недавно, может, был в суд. Я просто не знаю, может, уже пять недель, конечно, прошло. Пошли пять показывать. Пять недель, пять месяцев. Духи ангела и хранителя пока. На сто тысяч? А что, они хотят от него сто тысяч? Да нет, но они хотят с него, он хочет с него поиметь денег. Сто тысяч? Ну, как бы. Ну, может быть, сто тысяч, я не знаю. Просто машина стоит больше, она стоит три миллиона, четыре. Подождите, а машина это все-таки того человека Ильи же или Ильи? И у Ильи машина пострадала, и у того человека. А, тогда такой вопрос. Вот это, которое я говорю светлого цвета, серебристая или белая жемчужина, это чья машина? Это его, другого парня машина. Каким он ходится. Это не Илья. Не Ильи? Нет. Угу. Они мне говорят, они сто тысяч, сто. Ну, я не знаю, сто, может, миллион или что-то такое. Сто или миллион. Ну, я думаю, мне сто показывают. Друзья, ангела и хранители, покажите, пожалуйста, дайте мне Илью. Ох, еще, 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 еще. Еще. О, еще. Еще. То есть они хотят, чтобы Илья им выплатил деньги. Духи, ангелы и хранители, покажите мне, пожалуйста. Да. А виноват все-таки Илья? Ну, по сути, ну, как бы, виноват никто, но хотят сделать, что он хочет, чтобы был виноват Илья. А можно здесь, нет, а возможно вообще такое, если через суд, через адвокатов, они, Илья, заплатят деньги? Все возможно. Потому что, почему я тут свяжу? Я тут вижу, что Илья не оставит все дело так, как есть. Ему будет помогать какой-то человек. Это дело будет вести какой-то человек. Это адвокат или кто-то, да? И этот мужчина поможет Илье с деньгами. То есть мне так ощущение, что даже не Илья будет отдавать, а Илья получит какие-то деньги. Я не знаю, как это, но это как-то так. Как будто как-то так это сработает. В 24-м году разрешится вопрос судебный у Ильи с тем мужчиной? Да, слушайте, я ничего плохого не вижу, Илья. Юля, ничего плохого я не вижу. Хорошо. Разрешится вопрос... Да. Это будет еще тянуться. Это будет еще тянуться. Но решится неплохо. Как будто такое ощущение, как будто... Я просто не вижу, чтобы Илье было плохо. Я не знаю, как объяснить. Я не вижу, чтобы Илье было плохо. Ему может быть также хорошо быть, если адвокат очень умный мужчина. Возьмите адвокату мужчину. Мужчину возьмите. Молодого мужчину. Который в этих делах разбирается. Он может так выкрутиться, чтобы тот мужчина Илье тоже заплатил деньги. Это знаешь, как называется? Может быть, заморально или вот это вот что-то такое, да? Потому что были угрозы. Вот-вот-вот-вот. Что-то такое, как будто как заморально. Как будто Илья тоже, наоборот, сам может деньги взять с того. Потому что они хотят с Ильи поиметь. Ну, я не знаю, сто тысяч. Они мне говорят сто тысяч. Сто тысяч. Может быть, Илье дадут сто тысяч. Ну, что-то такое в сто тысяч. Я не могу понять. Что-то. И там будет крутиться цифра. Что-то такое сто тысяч. Понимаешь? То есть, и еще здесь такой момент. Как будто Илье нужно будет уехать куда-то далеко. А у него сто пройдет. Вот с машиной проблема. И с судом проблема. А Илье как будто надо ехать на дальнюю дорогу куда-то. И он пока это сделать не может. И это все тянется. Его прямо это выбивает уже просто. Он хочет быстрее куда-то ехать. Ему надо дальний путь. Путь куда-то. На два-три часа куда-то ехать. Какое-то место здесь идет. А они вот с этим судом ему как будто время тянут. Понимаешь? Понимаю, но не знаю, куда я ехал ехать. Может быть, даже вместе вы поедете. Может быть, даже вместе. Может, он хочет на машине поехать отдыхать. Может, не знаю. Он может быть, даже вместе поехать. Как будто ему надо. Надо. И они вот это вот то, что происходит. Это прямо ему как будто все обрубает. Его это злит просто. Он говорит, да решите уже вопрос. Дайте, я должен ехать. Потому что как этот вопрос решится? Он сразу с тобой. Или с тобой, или один. Но он поедет. У него дорога эта идет. И там вода есть. Куда он едет, там вода есть. По воде или через воду. К воде идет он. Поездка идет по воде. Юля, все, что я сказала, ты меня услышала? Да. 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 То, что тебе приходят мертвые, вообще их бояться не надо. Они идут на контакт. Чего их бояться? Наоборот, сказать, о, привет. Как я вас долго ждала. Здрасте. Очень приятно. Здрасте. Давайте я посплю завтра утром, завтракать будем. Все вместе сядем. Я как-то иногда с чувством юмора к ним. И что-то происходит когда-нибудь, они же тоже ко мне идут. Я не знаю, они уже знают, что я немножко такая тоже ку-ку. И с ними посмеяться могу, и поржать могу, и если надо поорать, тоже я могу. Юль, солнце мое, я желаю тебе всего самого хорошего, счастья, удачи, успехов. Ничего, не бойся. Ты вся красная. Вообще, я вообще в шоке. А почему тут я не могу понять? А что такое? Не знаю, не знаю. Вот почему. Вот именно вот здесь. Не лицо. Не лицо у тебя все тут? Да, да, да. Лицо все красное. Юлечка, я тебе всего хорошего желаю, счастья. Все, что я сказала, ты меня услышала. На ютубе ты тоже будешь смотреть, ладно? А когда выложите ролик в ютубе? Я постараюсь сейчас быстренько сразу отправить. Да, я постараюсь сейчас. Вот сейчас это все сделать. Хорошо? Давайте, да. Все, все. Спасибо, спасибо. Всего доброго. До свидания. Так, это пусть догорает. Это пусть догорает. Ой. Ой, ой, все, все. Тут все. Тут все. Ой, господи. Угу.